МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С юбилеем! Валерий Такоев отметил свой 80-й день рождения. Хиты мировой джазовой музыки. Оркестр Глена Миллера на сцене Саровского драматического театра. Бег прыжки в длину эстафета. В нашем городе прошел турнир на призы Татьяны Фировой. Далее расскажем обо всем подробно. Обаятельный, внимательный, добрый, а главное, никогда не унывающий. Именно так отзываются о Валерии Николаевиче Такоеве, его друзья и коллеги. Жизненный путь Валерия Такоева всегда был насыщен яркими событиями. И даже те нелегкие годы, на которые пришлось его детство, он вспоминает с улыбкой. Мне посчастливилось жить и во время войны. Подчеркиваю, почему слово посчастливилось. Потому что пройти даже мальчишкой такое нравственное воспитание в это время – это дорогого стоит. Коллеги по работе в ядерном центре, по аппарату в городской администрации, единомышленники-комсомольцы, депутаты городского совета последнего созыва. Поздравить юбиляра пришли не один десяток человек. И это не случайные люди. Все они в свое время были неотъемлемой частью жизни именинника. Конечно, мы сегодня чествуем человека государственного. Человека, который всю свою жизнь сознательно посвятил отстаиванию интересов, посвятил справедливости, посвятил правде. И этим он велик. Весь вечер в адрес Валерия Николаевича звучали теплые слова и поздравления. Друзья и коллеги делились своими воспоминаниями и рассказывали забавные истории, которые происходили с юбиляром. А многие даже посвятили имениннику целые стихотворения. Валера, дорогой, мы с комсомола знакомы с тобой. И депутатская стезя нас с тобой вновь свела. Поздравляю от души с днем рождения тебя. Валерий Николаевич внес большой вклад в развитие нашего города и ядерного центра. В свое время его заслуги были отмечены государственными наградами. Орденом «Знак почета», медаль «Мезодоблестный труд» и «Ветеран труда». Валерий Николаевич – лауреат государственной премии в области науки и техники. А в день рождения приказом гендиректора госкорпорации его еще наградили и знаком отличия за вклад в развитие атомной отрасли первой степени. Признать человека нуждающимся в предоставлении социального обслуживания может только специальная комиссия. Специалисты рассматривают заявление и необходимый пакет документов, после чего принимают решения. Оказанием социальных услуг занимаются подведомственные учреждения и управления соцзащиты. Центр социальной помощи семье и детям и Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Комиссия, признав вас нуждающей в социальном обслуживании, выдает вам и ПЭПСУ, называемая. Это индивидуальная программа предоставления социальных услуг, где мы прописываем подробно, какие в социальных услугах гражданин нуждается. Составленная индивидуальная программа действительно в течение трех лет. По закону получить перечень социальных услуг гражданин может на всей территории Нижегородской области. Возраст клиентов социальных учреждений – от трех лет. У нас много оказывается услуг, в основном, конечно, гражданам пожилого возраста и инвалидам, но также и детям мы предоставляем путевки. Сейчас у нас есть путевки в лагере, особенно вот сейчас каникулярно, когда период наступает. Принимая решение о признании нуждающимся в предоставлении перечня социальных услуг, рассматривается состояние здоровья, материальные положения и другие факторы. Опыт показывает, что пожилые люди получают право на социальные услуги практически в 100% случаев, если у претендента нет индивидуальных противопоказаний. Дарья Цапорыгина, Максим Нефонтов, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Даже в полдень двор дома 24 по улице Курчатова плотно заставлен автомобилями. Александр считает большой удачей, если ему удалось сразу найти свободное парковочное место. Немного улучшилось ситуацию начавшейся расширения проезжей части, но на полдороге строительство завершили. А вот это тоже обещали сделать. В тот год еще. Все будем делать. Эту сделали, а на этой с концами. И забросили ее. Двор по улице Курчатова, 22, с трех сторон окружен девятиэтажными домами. 30 лет назад, когда застраивался микрорайон, не учитывали, что количество личного транспорта возрастет в несколько раз. Два года назад мы запустили проект расширения парковки, но денег в городском бюджете хватило только на ее половину. Остальную половину принесли вроде на следующий год. И финансирование обещают по остаточному принципу. Как пояснили в администрации, заботясь об экологической ситуации и внешнем виде внутриквартальной территории, в рамках адресной программы по благоустройству города была прекращена стихийная парковка на газоне. Свежевскопанную землю засадили травой и оформили клумбы. Надежда жителей на строительство рядом с домом торгового центра с обязательной парковкой также тает на глазах. Также у нас здесь имеется долгострой в районе дома 22. Там застройщик обещал нам сделать парковочные места дополнительные для жителей дома. Но так как там идут судебные тяжбы, соответственно, и парковочных мест никто не делает. Депутат Наталья Морозова пояснила, что обязательства по строительству парковки будут выполнены в следующем году. В рамках адресной программы по благоустройству округа выделены деньги и готова проектно-сметная документация. Осталось найти подрядчика для выполнения работ. На следующий год, на 19-й, запланированы объемы работ, которые будут продолжать эту парковку по улице Курчатова 22 вдоль дома Курчатова 24. И мы планируем завершить эти работы к концу следующего года. Жителям двора остается только набраться терпения, ждать выполнения данного обещания и надеяться, что сроки строительства долгожданной парковки не увеличатся, а сократятся. Елена Грязкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Школьники, студенты, педагоги и воспитатели, которые несколько месяцев разрабатывали проекты для участия в муниципальном конкурсе «Мой город, моя инициатива», вышли на финишную прямую. Осталось привести документацию в порядок, чтобы на форуме в «Березке» достойно представить свой проект. По причине того, что сейчас в каждом кусочке им помогает определенный эксперт, у них будет полностью вычищенный проект, который в дальнейшем они сдадут на экспертную оценку на самом форуме. Шесть специалистов из администрации города и молодежных организаций подробно рассказывали участникам, что и как нужно поправить, где дополнить. Эксперты тщательно оценивали оформление, планирование и многие другие нюансы, которые могут повлиять на реализацию проекта в жизни. Не менее важный бюджет, но то, что, как правило, всегда забывают прописать в идеях, потому что ребята молодые, они пока еще не понимают, что где стоит и как это необходимо предоставлять. Молодые люди подготовили проекты различной социальной направленности, провели соцопросы и выявили потребность горожан в развитии именно этих направлений. Дмитрий Сегин со своей командой считает, что больше внимания надо уделять военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Наш проект называется «Путь к победе». Цель нашего проекта – это объединение военно-исторических спортивных клубов нашего города. Разрабатывая проект, команда Центра внешкольной работы не подозревала, что на пути реализации социальной инициативы может стать малейшая ошибка в оформлении проекта. И такая предстартовая встреча с экспертами оказалась очень нужной для молодых людей. Конечно, это мероприятие полезно. Оно помогает нам выявить некоторые недочеты, может, какие-то ошибки в проекте. И специалисты нам подскажут, что может изменить, подредактировать. Изучив проекты, специалисты Департамента по делам молодежи и спорта пригласят на форум «Время выбрал нас» именно тех экспертов, которые могут помочь младым людям в реализации социально значимых инициатив. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Сарова, 24. В пятом классе в руки Михаила Савина попала книга известного советского и российского историка Юрия Емельянова «Сталин. Путь к власти». Она-то и открыла мальчику дверь в увлекательный и неизведанный мир истории. После школы Михаил поступил на исторический факультет Нижегородского университета, окончив который вернулся в родной город и пополнил педагогический коллектив Саровского политехникума. Преподавание истории в современное время, оно всегда, с чем мы сталкиваемся, с тем, что очень большая противоречивость оценок. И наша задача не только донести до учащихся эту оценку, а еще сделать так, чтобы они научились думать, то есть чтобы они принимали ту или иную сторону в зависимости от их взглядов и убеждений. История, политология, общество знаний и основы философии – все эти предметы Михаил Савин преподает своим студентам. А в свободное от занятий время занимается воспитательной работой. Под его руководством с техниками действуют местные организации «Волонтеры Победы» и работает музейное объединение «Поколение за то». Это большая патриотическая работа. Мы стараемся прививать нашим студентам связь поколений, очень сильно связь поколений, то есть именно методом общения с людьми старшего возраста, как пример, пример жизни. Михаил Савин успевает преподавать социально-гуманитарные дисциплины у 11 групп, курировать курс техников-электриков и проводить воспитательную работу в СПТ. Параллельно преподаватель истории пишет статьи, участвует в конференциях, занимается исследовательской деятельностью и готовится к написанию диссертации. Новость о том, что его фамилия вошла в список грантополучателей этого года, была неожиданной. Но всегда приятно, когда твою работу отмечают на таком высоком уровне. Приятно тем, что городская власть, общественность, она оценивает труд, оценивает возможности людей и поощряет их в соответствии со своими возможностями уже. Сегодня Михаил Савин вместе со своими студентами собирает интересные факты и архивные документы об истории Саровского политехникума. Благодаря этой непростой и кропотливой работе уже к концу ноября на свет появится книга о преподавателях и мастерах производственного обучения. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Новый стенд сотрудники музея называют «Адмиральским». Он посвящен шестерым людям, командующим ВМФ, которые были в нашем городе или до сих пор регулярно приезжают в Саров. В коллекции представлены фотографии и личные вещи адмиралов. Даже из формы одежды, в том числе, видите, две фуражки адмирала Высоцкого, адмирала Щеркова. Сначала не одного стенда, где-то музея, где были представлены хотя бы два головных убора. У нас уже два. Но сейчас у нас уже подходит еще один. То есть скоро у нас будет, наверное, единственная коллекция именно головных уборов, главнокомандующих. А еще на стенде можно увидеть личную чашку одного из адмиралов, изготовленную в Санкт-Петербурге, на первом в стране фарфоровом заводе. Сувенирную тарелку подарок главнокомандующего, а также книги, посвященные военно-морскому флоту с автографами. И даже мундир со звездой Героя Российской Федерации, который принадлежит куратору подводной лодки Саров. А начался сбор экспонатов с одного погона контр-адмирала. Когда начали собирать эту коллекцию, то выяснилось, что буквально в 2011 году к нам приехал контр-адмирал Куров. И вот здесь можете увидеть его как раз. И впервые, когда нас посетил музей, а мы только открылись, он привез вот такую уникальную коллекцию, набор серебряных монет Росатома. За семь лет существования музея ветераны военно-морского флота создали интересную, а главное уникальную экспозицию, посвященную истории и современному развитию военно-морского флота. Ознакомиться с которой приглашают всех желающих. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Перед сотрудниками музеев стояла непростая задача угодить одновременно и детям, и взрослым. И они с ней справились. За один вечер посетители смогли познакомиться с действующими выставками, попробовать себя в роли археологов, посмотреть коллекцию бабочек, а также поучаствовать в различных викторинах. Прошла викторина на знания истории, пришло понимание, что очень много пробелов в этих самых знаниях, и вот совместно с другими участниками пытаемся их устранить. Также в этот вечер все участники акции попробовали свои силы в различных мастер-классах, построили модель домика батюшки Серафима, сделали аппликацию собственного танка и смастерили своими руками куклу-оберег из ткани. Это была кукла в виде мешочка, внутри нее рис. У нее очень хорошая история. Организаторы акции подготовили для гостей интерактивную программу в каждом выставочном зале музея. В зале военной тематики гости могли осмотреть экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, и исполнить в караоке песни тех лет. А в зале городского быта сотрудники музея накрыли настоящий русский стол и угощали гостей чаем и сладкими пирогами. В этом году тематика наших угощений – яблоки осень. Это традиционное время сбора урожая, поэтому несколько видов осенних яблочных пирогов, большой самовар. Акция «Ночь истории» нравится не только посетителям, сами музейные работники. Два года назад принявшие ее достаточно критично, сегодня с удовольствием готовятся к беспокойной ночи и стараются делать так, чтобы все гости вечера остались довольными. Они могут прийти, походить по залам музея, поучаствовать в наших мероприятиях, познакомиться с нашей экспозицией, ну и выбрать, наверное, может быть, что-то для себя, чтобы они еще захотели вернуться уже в рамках нашей повседневной работы. Традиционно в «Ночь истории» приняли участие воспитанники Дворца детского творчества и Школы искусств. Ребята исполняли известные музыкальные композиции и играли на народных инструментах. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Такого в Сарове еще не было. Буквально через несколько минут на сцену Саровского драматического театра выйдут музыканты джазового коллектива с мировым именем. Оркестр Гленны Миллера был основан в 1937 году. Прошло более 80 лет, но выступление коллектива до сих пор собирает полный зал и во всех уголках планеты. Программу концертов в России назвали в честь песни, написанной основателем коллектива Гленом Миллером в 1942 году 20-го столетия. Репетиции, выступления в прямом эфире, вечерние концерты и гастроли. С первых лет своего существования оркестр Гленны Миллера завоевал популярность среди любителей джазовой музыки. При этом музыканты записали и выпустили более 200 новых композиций, многие из которых стали классикой джаза. Программа, которую мы сегодня представим слушателям, называется «Jewbook Saturday Night». Мы сыграем все известные композиции, исполненные в свое время Гленном Миллером. Мы также исполним несколько произведений, написанных очень известными композиторами. Это Джордж Гершвин, Коул Портер, Ирвин Берлин, создавших прекрасные музыкальные произведения, также исполненные Гленном Миллером. Кроме этого, прозвучат известные хиты Фрэнка Синатри и Элли Фиджеральд. В 80-х годах наставником европейского оркестра стал пианист Вилл Салдан. Ему удалось воссоздать оригинальные композиции маэстро Гленна Миллера. Сегодня коллектив успешно гастролирует по странам Европы и исполняет произведения Армстронга, Миллера, Пресли и других гениев джазовой музыки. За столько лет своего существования оркестр Гленны Миллера не утратил популярности и по сей день считается самым востребованным джазовым коллективом. Благодаря разнообразию жанров во время концерта зритель услышал как веселые и зажигательные мелодии, так и оригинальные лирические композиции. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Только в сентябре эти ребята впервые переступили порог школы, а уже сегодня одни финалисты городского марафона «Саммит». В последние дни школьных каникул самые начитанные и эрудированные ученики младших классов выяснят, кто из них достоин носить почетное звание победителя и призера интеллектуальных состязаний. Задания идут на общую эрудицию, именно на метапредметные результаты. И сегодня больше заданий, например, дети выполняют на логику. Требования к ученикам как старшей, так и начальной школы с каждым годом растут. Теперь ребята должны не только успешно осваивать обязательные дисциплины, но и показывать знания сверхшкольной программы. До недавнего времени метапредметные интеллектуальные состязания проводились только для старшей и средней школы. И вот уже в пятый раз марафон для начальных классов собирает во Дворце детского творчества маленьких эрудитов. Первоклассник из 15-го лицея Федя Галкин очень любит математику, а особенно изучать таблицу умножения. Ее надо учить, потому что, чтобы стать умным, выбрать хорошую работу. Арина Будина из 2-й гимназии тоже любит решать примеры и задачи по математике. Еще один любимый предмет девочки – русский язык. С заданиями финала городского интеллектуального марафона первоклассница справилась без особого труда. Я просто люблю задачки всякие решать. Мне захотелось. Я люблю в школе задачки решать. Для того, чтобы определить финалистов интеллектуального марафона, организаторы провели несколько этапов. Первый – дистанционный, где школьники отвечали на вопросы вместе с родителями. Тех, кто лучше остальных справился с заданиями, пригласили на полуфинал. В общей сложности свои силы тогда проверили порядка 700 человек. В третий, в финальный этап интеллектуального марафона вышло 85 ребят. Для них как раз и организуем такой праздник, чтобы они почувствовали себя героями сегодняшнего дня. И этот конкурс, марафон, он как раз на выявление именно лидеров, интеллектуалов. Это не командная работа. Итоги интеллектуального марафона подведут 15 ноября на торжественной церемонии награждения призеры и победители получат грамоты и ценные призы. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. У Лизы и Ульяны ответственное задание. Им нужно провести для юных гостей библиотеки интересный, а главное вкусный мастер-класс. Выбирая тему для экзотического маршрута, девочки решили остановиться на шоколаде и не прогадали. Маленькие литераторы с интересом слушали, как изготовить любимое лакомство в домашних условиях, в какие формечки его лучше заливать и какие ингредиенты в шоколад добавлять не стоит. Нельзя добавлять мармелад, потому что мы заливаем шоколад. И если мы туда сразу же бросим мармелад, то мармелад начнет таять. И, например, если мармелад был в виде какого-то медведя, то это просто получится клякса. И в холодильник тоже нельзя, потому что мармелад застынет, он будет очень твердый. Но как есть шоколад без чая? Никак считают гостям маршрута, поэтому именно этот напиток стал вторым, с чем малышам предстояло познакомиться. Ребятам рассказали, где и как собирают чай, как его правильно заваривать, какие травы можно в него добавлять и с каким вареньем употреблять. С малиной. Чай с лимоном не из Англии, а чай с лимоном только у нас так пьют. Лимон может спасти человека, если он болеет. Также у ребят появилась уникальная возможность попробовать себя в роли шеф-повара, который не боится экспериментировать с различными продуктами, а также узнать легенду о какао, овощах и фруктах. Главное, что мы хотим ребятам рассказать, что осень – это не время расстраиваться, путаться под тёплый плед. Осень – это время красок. И эти краски есть во фруктах, в овощах. Сегодня мы с ребятами попытаемся совершить путешествие по разным странам, экзотическим, открыть для себя историю тех продуктов, которые у нас каждый день есть на столе. Такие встречи в библиотеке имени Пушкина проходят регулярно в дни школьных каникул. Следующее мероприятие состоится уже в эту пятницу, 9 ноября, в 14.00 в Большом зале. Ирина Вашегородцева, Максим Нифонтов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Сосредоточенные взгляды на хмуренные лбы. Кто-то уверенно передвигает фигуры, а кто-то тратит по несколько минут на раздумья. На каждой шахматной доске разворачивались настоящие интеллектуальные баталии. Среди участников этого шашечного турнира можно было встретить как новичков, так и призёров соревнований прошлых лет. В том году 10-я школа стала второй среди всех коллективов города по шашкам, среди учителей. Результаты-то какие-то у нас есть, комбинации. Мы стараемся немножко учить их. Впервые турнир по шашкам среди педагогов нашего города прошёл 39 лет назад. Организовал его бывший учитель математики школы номер 10, участник Великой Отечественной войны Александр Сидоров. С тех пор с каждым годом желающих попробовать свои силы в этих соревнованиях становится всё больше. Сегодня их проводит профсоюзный комитет департамента образования. Это традиционные соревнования. И они выявляют сильнейших шашистов. И они способствуют тому, что люди интересуются этим видом спорта. Они пытаются заинтересовать детей, потому что у нас в городе очень сильная шашечная школа. В этом году в турнире приняли участие 12 школ в команде по 3 человека. И чтобы турнир не затянулся надолго, организаторам пришлось изменить время, которое даётся на партию. Прошлогодние у нас соревнования были в 15 минут на игровое время и на одну партию. А сейчас уже решили, потому что 10 минут на эту партию, потому что коллективов очень много. Юрий Анискин принимает участие в шашковом турнире впервые. Для него главное не победа, а возможность повысить свой интеллектуальный уровень, а также пообщаться с коллегами и обзавестись новыми знакомствами. Я считаю, как бы отвлечение от трудовых будней, ну и расслабляет, как бы, своего рода мероприятия такие. Азартная борьба на клетчатых досках шла на протяжении нескольких часов. По итогам турнира победителями стали школа номер 14, вторыми – гимназия номер 2. А бронза досталась педагогам 10-й школы. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Участники городских соревнований в честь закрытия летнего сезона в один голос утверждают, что рыбалка – это не просто хобби, а образ жизни. Многие из них впервые взяли в руки удочку еще в далеком детстве. Рыбалка всегда помогала расслабиться и отвлечься от бытовых забот. А поднабравшись опыта и почувствовав уверенность в своих силах, можно и посоревноваться с другими рыбаками. – Поделиться опытом, познакомиться – тоже неплохо. Это тоже для души. Интересно подобрать ключ к рыбе, неизведанное что-то изведать. – Может быть, какая-то магия. Поэтому даже у рыбаков есть поговорка – могло быть и хуже. Могли бы совсем на рыбалку не попасть. Это вот когда зимой или в дождь. Все равно же заставляет, что-то тянет, несмотря ни на что. Уже не первый год в городе официально зарегистрирована Федерация рыболовного спорта. Сегодня в ее состав входит порядка 20 человек. Однако любителей рыбалки в Сарове значительно больше. Просто далеко не все готовы показать свои умения на городских соревнованиях. – Очень многие боятся выходить. Хотя, в принципе, по большому счету, ничего сверхъестественного нет. И по большому счету, это ничем не отличается от обычной рыбалки. Только добавляется соревновательный момент. И принцип, естественно, поймал – отпусти. Ну а те, кто все-таки захотели посоревноваться, достичь новых результатов или укрепить прежние, вооружились спиннингами и отправились на городскую плотину. К слову, за прошедший сезон некоторые члены Федерации рыболовного спорта повысили свой спортивный разряд и получили судейские категории. – Все равно больше сопутствует удача на спиннинг. Потому что все пришли, пытаются. Ну, кто-то хочет поймать маленькую рыбку, кто-то крупную. Вот, допустим, у меня снасть рассчитана на более крупную. Ну, попадется, попадется. И тут уже выбирает каждый свою стратегию. И лучший вариант каждый выбирает и ловит. Так что, кому как повезет. Максиму Ведищеву в очередной раз удалось показать лучший результат на соревнованиях. Спортсмен подобрал ключ к рыбе и в буквальном смысле поймал удачу за хвост. И как результат – щука длиной 44 сантиметра и заслуженное первое место. – Известно, что на всех соревнованиях рыбу поймать сложнее, чем на обычной рыбалке, потому что людей много, трессинг большой на рыбу. Но, тем не менее, два человека у нас подобрали ключик сегодня к рыбе. После фестиваля по ловле на спиннинг у любителей спортивной рыбалки наступит небольшой перерыв. Зимний сезон откроют тогда, когда на водоемах появится устойчивый лед. Планируют, что следующие городские соревнования пройдут в конце декабря. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Шумно, весело и многолюдно бывает ежегодно в начале ноября в спортивном комплексе «Рфятснеев». Сотрудники ядерного центра с детьми традиционно принимают участие в семейных стартах. В этом году в борьбу за звание самой спортивной семьи вступили более 30 команд. А когда-то всего шесть сборных положили начало спортивному празднику. Раньше это было просто спортивное мероприятие, ну а сейчас мы его проводим в виде такого спортивного шоу, что ли, с элементами концертной программы, потому что они еще будут приглашать, а также детей, танцевальные группы. Улановы и спорт неразделимы, так считает глава семьи Сергей. Вместе с женой и сыном он участвует в различных городских спортивных соревнованиях. Так как изменили условия конкурса и теперь достаточно, чтобы один взрослый состоял в профсоюзе, Улановы решили попробовать свои силы и в семейных стартах. Цель поставили, мы всегда ставим перед собой цель, но конечно у нас не всегда получается побеждать, но победить чтобы. Хотя конкурсы отборочного тура казались на первый взгляд простыми, но не всегда и не у всех получалось пройти дистанцию быстро и без штрафных очков. Непослушные шары выскакивали из мисок, а сказочный замок рушился на последних секундах эстафеты. Может быть было не все понятно сразу, но это сложно для детей такого возраста, я считаю, что это вполне приемлемо. Шестилетний Матвей старался точно выполнять задания. Мальчик внимательно слушал объяснения родителей и аккуратно, но быстро вел змейкое кольцо и складывал разноцветные блоки башни. В соревнованиях самое главное быстро бегать и ловко делать. За соблюдением правил конкурса следила судейская коллегия, которая фиксировала время и начисляла штрафные секунды за нарушения. По результатам отборочного тура сильнейшие команды вышли в финал и продолжили борьбу за главный приз. Все участники семейных стартов получили дипломы и памятные подарки. Матчевые встречи на призы заслуженного мастера спорта по легкой атлетике Татьяны Фировой проходят в нашем городе уже в 25-й юбилейный раз. Ежегодно на этих соревнованиях определяют лучших юных спортсменов Нижегородской области. Возраст участников традиционно 12 лет и младше. Поскольку у нас легкая атлетика такой немолодой вид спорта, дети начинают стартовать на областных соревнованиях только с 13 лет. Поэтому где ребенку до 13 лет стартовать? Вот и являются этими такими стартовыми соревнованиями вот наши матчевые встречи. И потом наши матчевые встречи в Нижегородской области открывается зимний сезон. Воспитанница спортивной школы Икара Евгения Иришева занимается легкой атлетикой уже 5 лет. Как и многие юные спортсмены, Женя начинала с этой матчевой встречи. Сейчас она участница первенства России и Привожского федерального округа. 25-й турнир на призы Татьяны Фировой стал для нее особенным. Здесь ей вручили значок кандидата в мастера спорта. Мне нравится легкая атлетика. Ну, не знаю. Просто нравится здесь заниматься и бросить я ее уже не могу. Олеся Михеева приехала на соревнования из Первомайска. Девочка занимается легкой атлетикой всего год. Она успешно преодолела дистанции. Хотя сделать это было не так-то просто. Я пробежала 200 метров. И когда я пробежала, мне стало более легко. Помогла мне это моя поддержка тренера и всей моей семьи. То, что они у меня в сердечке. Милана Левина – самая младшая участница соревнований. Ей всего 5 лет. Девочка не побоялась взрослых соперниц и сама решила, что хочет участвовать в турнире. Я пришла с родителями в соревнованиях. И они меня поддерживали. Юным легкоатлетам предстояло преодолеть дистанции на 200 и 1000 метров. На дистанции 600 метров среди девочек 2008 года рождения Татьяна Фирова утвердила еще и свой главный приз. Редактор субтитров А.Семкин